МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В суде работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Сирик Ахметов вышел на свободу. Оставшуюся необытую часть наказания бывший премьер-министр проведет дома. С 20 сентября на дорогах Караганды после модернизации заработали 24 скорости мера. Управление административной полиции призывает всех автолюбителей соблюдать правила дорожного движения. Безумный ежик будет представлять Караганду на соревнованиях в Алматы. В южной столице пройдут гонки на мыльницах, самодельных тележках. Бывший премьер-министр Казахстана Сирик Ахметов вышел на свободу. Напомним, что 5 сентября Абайский районный суд удовлетворил ходатайство о замене реального лишения свободы на ограничение. У ворот колонии АК-159-18 Сирика Ахметова встречали журналисты. Абайский районный суд были единственные слова Сирика Ахметова, произнесенные после выхода из места заключения. 5 сентября Абайский районный суд удовлетворил ходатайство экс-премьер-министра Сирика Ахметова о замене реального лишения свободы на ограничение. И отбытую часть в виде 4 лет 26 дней суд заменил на ограничение свободы на тот же срок с отбыванием наказания по месту жительства, а именно в Караганде. За время содержания в колонии Сирик Ахметов зарекомендовал себя с положительной стороны. Ущерб, причиненный преступлением, возместил в полном объеме. Ахметов имеет вторую положительную степень поведения, 4 грамоты, 4 поощрения за добросовестные отношения к труду, хорошее поведение, активное участие в воспитательных мероприятиях, проводимых осужденными. Напомним, что в декабре 2015 года в Караганде Сирика Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным при своении чужого имущества, незаконным участии в предпринимательской деятельности и в злоупотреблении должностными полномочиями. 14 марта прошлого года апелляционная коллегия Карагандинского областного суда снизила наказание до 8 лет лишения свободы. Миром Гульсал Кимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Утром 21 сентября в Карагандинске специализированный детский психоневрологический диспансер помещен ученик 4 класса, которого одноклассники обвинили в систематических побоях и хамстве учителя. Кроме того, большинство учеников класса не пришли в школу, бойкотируя своего одноклассника. Все подробности далее. Причиной, по которой большая часть класса не пришла утром на уроки, стал одноклассник. По словам родителей школьников, этот мальчик на протяжении около двух лет срывает уроки, обижает одноклассников и грубит педагогам. Отчаявшись, родители решили бойкотировать учебный процесс. Во вторник, 19 сентября, они не пустили детей в школу. Обижал, задергал за волосы, пинал ногами, оскорблял, матами крыл. Да, я сколько раз билась, я к участковому водила, бесполезно. Мама никакие меры не припонимала. Вообще, абсолютно ничего с ребенком. Ничего, просто под затыльник даст ему, вот так это все. Ничего не может сказать. Или матами на него кроет, орет. Вы понимаете, ребенок, это же мой отчадо, я еще не хочу, чтобы он его покалечил, правильно? Поэтому мы бы такой бунт и устроили, я не перевела вчера, чтобы у ребенка в школу. Со слов детей, мальчик этот со всеми дерется, задирает девочек. Ни учителя, ни старшеклассники, для него не авторитет. Мы умышленно не называем имени и фамилии мальчика, поскольку речь все-таки идет о несовершеннолетнем. Один раз мне разрисовали куртку, и он все время на последней той парте сидел, и все время в той стороне как раз куртка висела, и вот так ручка все время. Один раз он Светлану Викторовну взял вон оттуда вот стул, и чуть ли ее стулами из старших классников не ударил. Вдразнит, называют меня Голубь. В тот раз на уроке труда он плевался бумагой, в тот раз он обматерил дежурных. В четверг родители специально пришли в школу узнать, учится ли этот мальчик или нет. В фойе учебного заведения им удалось поговорить с директором. Он рассказал, что с этим учеником педагоги работают уже два года, однако работа эта результата не приносит. С этим ребенком мы работаем, но наша работа не дает определенного результата. Ребенок агрессивен, как бы на любое замечание это реагирует очень агрессивно. Часто детей обижают. Были инциденты с учителями тоже. По словам руководителя школы, не только одноклассники, но и классный руководитель отказалась работать с этим ребенком. Как стало известно, на сегодняшний день он помещен в специализированный детский психоневрологический диспансер для обследования. Выяснилось, что и раньше мальчик наблюдался в специализированном учреждении. Весь прошлый год он обучался на дому, но этим летом врачебная комиссия позволила учиться в школе. Однако проучился он лишь один день. Сегодня учебный процесс в этом классе вошел в привычное русло. Андрей Тен, Толегин Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Степной пожар не на шутку встревожил жителей Малой Тихоновки в Пришахтинске. По сведениям пожарных, горела сухая трава на площади 700 квадратных метров, а также территория огородов и заворы пяти домов. Это старая Тихоновка, пожар. А у Эзова 38-й дом, мой дом горит. Горит 40-й дом, 42-й. Встревоженные жители Малой Тихоновки наблюдают за действиями пожарных расчетов. Видно сильное задымление, однако жилые дома огнем задеты не были, заявляют в департаменте по чрезвычайным ситуациям. От обеспокоенных жителей поступали сообщения о горении их домов. Пожарными несколько раз проводилась разведка как жилых домов, так и хозяйственных построек, но горение не было обнаружено. Кроме того, после полной ликвидации пожара была проведена постликвидационная разведка места пожара для исключения повторных возгораний. Пожарные также отмечают, что сепные пожары здесь происходят практически каждый год. И все из-за высокой травы, которая осенью высыхает, на эту проблему периодически указывают и местные жители. И все же скашивать траву не спешат ни власти, ни горожане, даже ради собственной безопасности. В ликвидации пожара принимали участие 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Новая звезда появилась на Карагандинской аллее славы. Звезда носит имя Дюсена Кассийнова, генерального секретаря Международной организации тюркской культуры Тюрксой. Торжественная церемония открытия звезды состоялась в рамках гала-концерта Международного фестиваля «Музыкальная сарарка». Концерт посетила Ким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Мои друзья, мое богатство. Название гала-концерта не случайно. Финальный аккорд 19-го Международного фестиваля «Музыкальная сарарка» посвящен 70-летнему юбилею карагандинца, генерального секретаря Международной организации Тюрксой Дюсена Кассийнова. Во Дворце культуры Горняков прошел настоящий праздник музыкального искусства. Так обозначил мероприятие Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Он также отметил, что фестиваль стал настоящим брендом Караганды. Во многом это стало возможным благодаря организаторскому таланту Тюсена Кассийнова. Я хотел бы поблагодарить от имени всех на ваших земляков Ирлан Кушанович вас за вашу любовь к родной земле. Человек, который прошел путь от простого скрипача до министра культуры, получил особое доверие главы государства. Человек на сегодня, который представляет весь Тюркский мир, культуру всего Тюркского мира. Диана Кассийнович, вы гордость нашей области. Вся область мы вас действительно любили. Я особой гордостью хотел, хочу выполнить эту почетную миссию и объявить, что сегодня на аллее славы зажжется звезда Тюрксона Кассийнова. Торжественная церемония открытия звезды состоялась сразу же после концерта. АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Спасибо карагандинцам, спасибо казахстанцам. Здесь есть гости, которые приехали из ближнего и дальнего зарубежья, из Америки, из Европы. Они уже состоявшиеся звезды. Я хочу пожелать молодым музыкантам, юношам и девушкам большого успеха. Участники музыкального фестиваля «Музыкальная сарарка» отмечают, что с удовольствием приняли приглашение. Среди них и заслуженный артист Украины Назари Филадюк. Дюсена Кассийнова он знает не понаслышке, поскольку тот является почетным профессором Львовской музыкальной академии. Для меня большая честь принимать участие и поздравлять столь уважаемого человека, как Дюсен Курабаевич. Приехал, как уже говорю, с Украины. Мне очень нравится ваш город и страна. Очень профессиональный оркестр, очень профессиональный подход. Все сделано на высшем уровне. Поэтому для меня это большое открытие. Еще один зарубежный гость фестиваля – исполнительница из Турции Фираль Башель. На сцене Дворца культуры горняков она исполнила казахскую народную песню «Дударай». В тюркском мире все знают песню «Дударай», все ее поют, знают историю этой песни. Смысл этого произведения заключается в том, что русская девушка Мария признается в любви парню-казаху «Дударай». В концерте приняли участие все исполнители, играющие на тюркских инструментах, а также многие именитые гости. Среди них народная артистка Кыргызстана Роза Аманова. Она заявила, что фестиваль стал именно той площадкой, которая объединяет всех людей посредством музыки. Мы очень рады, что именно трюкиязычные народы общаются через музыки, которые служат как бы мостом между народами, А также искренне пожелаю всем казахстанцам успехов и, конечно, чтобы всегда звучала музыка. Музыка тюркского мира, музыка европейской письменной традиции. В то же время пусть звучат все-таки народная музыка. Еще раз праздник у вас всех. 19-й международный фестиваль «Музыкальная Сарарка» завершился. Гости разъехались по домам. Но уже через год карагандинского зрителя ждет новый фестиваль и новые имена. Гульнур Жакин, Жаслан Макулбеков, Андрей Тен, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Областная коалиция демократических сил поддержали переход казахского языка на латинский алфавит. Карагандинские предприниматели, активная молодежь, члены коммунистической партии и партии Нур-Отан встретились в Доме дружбы для того, чтобы обсудить программную статью главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Открывая заседание, заместитель председателя областного филиала партии Нур-Отан Кадиша Успанова подчеркнула значимость идей программной статьи президента в развитии общества. Она отметила, что переход на латиницу это одна из основ идеи по модернизации общественного сознания. Член регионального проектного офиса по реализации программы Рухани Жангару Серик Санаубаев акцентировал внимание на необходимость проведения грамотной информационной работы. «Сама идея наверное правильная. Почему? Потому что в принципе это нам знакомые вещи в начале 20 века мы через это проходили. В принципе трансформация языка в латиницу на самом деле упрощает некоторые процедуры. Ну конечно же это с внедрением я думаю что торопиться не надо. Нужно чтобы народ это понял. нужно это все правильно донести до народа. И на мой взгляд очень важно проводить сейчас всеми силами и государственные органы и неправительственные организации проводить работу по разъяснению вот этого перехода на латиницу». Участники встречи назвали переход на латиницу не иначе как окном в глобальный мир. Кроме того латинский алфавит позволит укрепить связи с тюркоязычным миром поспособствуют развитию наук и технологий в Казахстане. Такое мнение высказал заместитель председателя областного филиала партии Акжол Канад Дельдебеков. Он также заявил что необходимо учесть каждое мнение. «Наше первое предложение состоит в том, чтобы призвать всех граждан поддержать идею латинизации. Это очень серьезная тема. Второй вопрос заключается в том, что теперь мы должны выслужать все мнения по этой теме ученых, общественных деятелей, простых граждан». Участники областной коалиции демократических сил выразили единогласную поддержку программной статьи президента и в частности латинизации казахского алфавита. В завершение мероприятия принято обращение коалиции к жителям региона с призывом поддержать переход казахского языка на латинскую графику. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. С 20 сентября на дорогах Караганды после модернизации заработали 24 скоростемера. Как сообщает Управление административной полиции, модернизация подразумевала установку новой системы «Мираж», а также инфракрасных фонарей. В двух местах Караганды, на перекрестке проспекта Бухаржирау улица Олимпийская и перекрестке улица Приканальный микрорайон Орбита, система «Мираж» фиксирует проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима. В остальных местах системы будут фиксировать только нарушение скоростного режима. Также скоростемеры имеют функцию автоматической системы контроля транспортного потока. Всего определено 24 места, где уже работают модернизированные видеофиксаторы. Вместе с этим Управление административной полиции призывает всех автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, а также напоминает о своевременной выплате административных штрафов. Злостным неплательщикам может быть применен административный арест сроком до пяти суток. Стоит добавить, что согласно законодательству, если административное правонарушение зафиксировано скорости мерам, сокращенное производство, иначе говоря, 50-процентная скидка не применяется. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области массово выдаются электронные цифровые подписи. Однако очередей в цонах меньше не становится. Это отметили участники межведомственной рабочей группы. В Карагандинском городском Акимате состоялось совещание, на котором были рассмотрены проекты, позволяющие улучшить качество оказания государственных услуг. Участники совещания отметили, что глава государства поставил перед государственными органами четкую задачу. Необходимо как можно больше услуг оказывать в электронном виде. Это означает пресечь контакты между гражданами и лицами, которые оказывают государственные услуги. В этом отношении уникальным инструментом является электронная цифровая подпись гражданина. Используя ее, каждый казахстанец может пользоваться государственными услугами через портал электронного правительства, находясь у себя дома. Но и это еще не все. Кроме того, сейчас по стране будет проходить проект получения государственных услуг через систем связи смартфона и так далее. Это тоже облегчает работу. Но, тем не менее, есть некоторый определенный вид государственных услуг, которые необходимы выполняться в бумажном варианте, но такие госуслуги мы сведем к минимуму. В настоящее время ведется активная работа по выдаче электронных цифровых подписей. Однако, этого мало. На совещании было отмечено, что, несмотря на массовое внедрение ЭПЦ, очередей в цонах меньше не становится. Еще об одном пилотном проекте рассказали на рабочем совещании. При вузах планируют открыть центры обслуживания населения. То, что ректора вузов это Карагандинский экономический университет и Карагандинский политехнический университет на базе своих вузов открывает отделение цонов, которое значительно облегчит работу, а также сэкономит время и ресурсы студентов, так как при вузе это будет обеспечиваться, не выходя из стен вуза, они будут получать государственные услуги. В работе совещания приняли участие и руководители района посредством онлайн-конференции. Они также доложили о развитии на местах проекта электронное правительство. Еще одним участником стали представители управления образования. И это не случайно. В области разрабатывается проект по обучению старшеклассников использованию электронных цифровых подписей. Андрей Тент, Олегин Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В предстоящие воскресенья в Алматы впервые в Казахстане пройдут гонки на самодельных машинах без двигателей. С 2000 года эти забавные состязания получили большую популярность во всем мире. Шахтерскую столицу будет представлять команда Флитбук со своей машинкой под названием Безумный Ёжик. Соревнования на самодельных машинках без двигателей впервые провели в 30-х годах в США. Участвовали в гонках только дети. Но в 2000 году компания Red Bull решила вывести это развлечение на международный уровень. Вот уже 17 лет подобные забавные гонки проходят по всему миру. Самодельное средство передвижения называется попросту «Мыльница». Отсюда и название состязания «Гонки на мыльницах». Требования гоночной тележки простые. Главное – это отсутствие мотора. Еще одно ограничение вес до 80 килограммов без учета пилота. Необходимо иметь руль и рабочие тормоза. Впервые гонки на мыльницах пройдут в Казахстане, в Алматы в предстоящее воскресенье 24 сентября. Этот еж на колесах будет представлять Караганду. Смастерил его Владислав Ким со своей командой «Флитбук». На изготовление машинки ушло три недели. Машинка сделана, сам каркас изготовлен из профтрубы 25-го диаметра. Все остальное, иголки, они сделаны из картона, согнутые, покрашены половой краской коричневой. Мы называем футочный безумный ежик. Машинка оформлялась в стиле фильма «Безумный Макс». У нас он «Безумный ежик». Стоит отметить, что организаторы не ограничивают полет фантазии участников. В гонках мыльниц можно будет увидеть все от переделанных тележек из супермаркета и банок энергетика на колесах до реплики боевого истребителя. В команде Владислава вместе с ним пять человек, один пилот и четверо помощников. Именно они зададут безумному ежику начальную скорость. Затем машинка понесется с холма под действием гравитации. Организаторы Аматинского соревнования обещают различные трамплины и повороты. Победит тот, кто проедет трассу быстрее всех. Пожелаем же каргандинскому ежику победы в южной столице. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев первый каргандинский. И еще об одном. Российская артистка Елена Ваенга даст единственный концерт в Караганде. Выступление пройдет 26 сентября в 19 часов в центре бокса имени Серика Сапиева. «Снова Ваенга» примером артиста, сочетающего в своем творчестве диаметрально противоположные музыкальные стили и жанры, объединяя их в одном пространстве, где нет границ, а есть лишь взаимоотношения посредством музыки и творчества. В ее репертуаре авторская музыка, западноевропейские направления, старинный русский романс, музыка народов мира, а также стихи собственного сочинения. Один из главных принципов Елены Ваенга только живое звучание. Вот и карагандинцы смогут насладиться неповторимым творчеством артистки. Единственный концерт пройдет 26 сентября в 19 часов в Центре бокса имени Серика Сапиева. На сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болмстер. Редактор субтитров А.Семкин